Мешаемся. Готовим прикормку на окуня. Говорит, карп закрыл рот. Будем кормить окуней. Сегодня третий день нашего с Лехой марафона. Сегодня мы опять на Белой даче. Вчера для вас отсняли просто обалденный фильм на уезде. Сегодня мы опять на Белой даче. Будем пытаться ловить окуня. На самом деле непонятно, что будем ловить. Будем ловить, что будет клевать. Будем надеяться, что хоть что-то будет клевать. Настроено оптимистично, поэтому попробуем что-то поймать сегодня. Вчера результаты были крайне плачевные у команд, которые вчера играли. Оптимизма, конечно, мало. Вчерашние результаты нам дают. Но посмотрим, что будет. Может быть, нам больше повезет. Когда день не плюет, потом поедине он должен. Когда-то он должен жрать. Сегодня у нас вторая игра. Скажем так, в этапе в одном. Поэтому у нас есть запас небольшой прочности в 10-11 кг. Посмотрим, что будет сегодня. Потому что карп вчера тоже тандем ловил. Очень плохо клевал. Клевали только окуни. Карп вообще рот закрыл. Никак не клевал. Надеюсь, что сегодня он хоть как-то поклюет. Потому что пузыри есть. Вроде как плещется рыба. Но надежда пока не угасает. Так что будем ловить в привычном режиме. Надеюсь, что поймаем. Да, это вторая игра с одной командой в этапе, скажем так. Кто две игры для того, чтобы больше были не шансы, а статистика была больше, кто как бы сильнее. Одной игрой, может быть, повезет, не повезет. А двумя шансы у команд в целом. Кто сильнее, тот и выйдет. Поэтому вот вторая игра. А потом уже одна восьмая в финал. Потом одна четвертая. Ну и потом побывающие. Сазан фидер. С дальней бровки. Этот третий. Два поймал близко. И один вот долго-долго заброшен был фидер. Минут 10, наверное. И поклевка. Захотелось выплюнуть. Нормальный крюк, что выплюк. Да, нормальный крюк вполне. Я бы не выплюнул. Соперники уже ловили чего? Ну, там один обрыв был. У соседа справа. Да вроде больше у нее. Здесь поклевки-то. Вот три поклевки было и все. То есть может еще, конечно, расплюется. Мы пока рубля-час ловим. Надежда. Есть. Сегодня замешали состав прикормки, который Виталий ловил в последний раз. Три пачки карп натурал и три пачки черного карпа. Залили все это колубникой и кукурузой. В принципе, состав достаточно простой. Вроде как работает. Рыба пребывает. Но здесь прикормка чуть-чуть темная должна быть. Почему-то карп не любит светлые пятна и прикормка. Поэтому и мешали, что вот три пачки черного карпа. Потому что затемнить прикорм. Карп натурал такого нейтрального цвета. Особенно после замачивания он немножко темнеет. А черный карп затемнил. Прикормку даже краску не пришлось добавлять. Если бросить комочек поближе. Видно, что подсвет напрям. Прикормку. Плюнул огромный трофейный линь. Плюнул как взрослый карп. Чуть удочку не утащил. Ряденький такой. Жадно заглотил. А экстрактора у меня нет. Блин. Экстрактор где-то... Где он экстрактор, а? Я такой же экстрактор уронил в рот лещу. Фига. В рот? Не достал. Не достал? Нет. Стонфон экстрактор, он тоненький. Я его, короче говоря, беру. Ну, начинаю лезть ему в рот. И руки так вот замерзли. И падает в рот. Экстрактор. Я его, короче говоря, рот открываю, смотрю в свечу фонарика. Нету экстрактора. Я переворачиваю леща. Трясу, как дурак вообще. Это движение, представляешь? Леща переворачиваешь. Вот так трясу. Смотрю, выпал или нет. Не выпал. Я думаю, блин, да где же экстрактор-то? Ну, возиться долго нельзя, как бы, да. Беру, отрываю поводок, отпускаю леща. И пацанам говорю, пацаны, кто поймает леща с экстрактором с тонфонским черным, это мой экстрактор, отдайте. Все ржут, прикалываются, говорят, блин, ты что, издеваешься над рыбой? Я говорю, как теперь доставать? А экстрактор-то зачем ему в рот? Экстрактор я ему подарил. Это был от меня подарок. Сувенир. Сувенир, да. Сувенир из Рязани. У меня окунь, оказывается, с этой палкой-то хотел. У меня окунь, палку-то дырял. Ну, вон он висит. Кто там? Я ослабил. У нас у обоих это... Я же фрикционно ослабил. Нет, а просто начали орать. Я специальную клипсу снял. Что, клюнул прям в карту? Я думаю, это линь маленький. Да. Какой бы не украл бы. Ну, в общем, прошло два часа. На первом часу поймал одного карпика небольшого, грамм. Р-300, 400, и всё. Больше карповых поклёвок не было. Была одна непонятная поклёвка. Ну, то есть у меня было... Я насадила парыша, закинул. Я отошел, так скажу, по своим делам. Ну, не кричат, а там типа палку уезжает. Прихожу, говорю, реально садикаю. Тяжесть, 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 тяжесть. Раз, и всё. Нету ничего. По-моему, начинаю его таскивать и смотрю, окунь болтается. Поднял окуня, а окунь раздавлен. Окунь клюнул и не шевелился, и кто-то на окуня всадил. А я кофе пил. Аж глаз выдавило, посмотри. Ну, он его полностью, причём с головы взял, видишь, он его всего раздавил. Клюнул окунь, его не было видно ни поклёвки, ничего. И потом на этого окуня уже клюнула либо щука, либо сом. Вот, я его немножко покатал, и он выпил, ну, хищник этот выплюнул. Походу, на точке стоит хищник, и карпа там больше не будет. Я сейчас пришёл на ближнюю дистанцию и попробую с ближней что-то раскормиться, посмотреть. Может быть, с ближней возьму рыбу. Если на ней тоже не стоит какой-нибудь чупакабра. А так, вяло, текуще, ничего интересного пока нет. У соперника справа что, а как остановка? Ну, у соперников карпа же нет. Вот, потому что, не знаю, Юра, ну, два карпа, два линя, что ли. Ну, вот такие. А у соперников нету, вроде. Клёв сегодня ещё хуже, чем был день назад. Ну, вчера, вот, день назад мы ловили ещё хоть что-то, поймали вчера, был плохой клёв. Вот, а сегодня, видимо, ещё хуже. Ну, в принципе, времени ещё много, поэтому будем посмотреть. Тут новая мулька, что клюёт линь на червя. Там тут выдали несколько червяков. Вот они, живые червяки на крючке. После 20 минут ожидания никто не клюнул. Ну, как мы и ожидали, клёвов сегодня не было. Точнее, он был в самом начале, там, минут, наверное, 20 поклевало. Я успел поймать двух карпиков, двух линей. И вот у меня ещё стайка платвы приплыла, где-то часа через три. Тоже я там поймал где-то, ну, штук 8, наверное, платвички на опарыши. И всё, и опять окуни стали. Так что, ну, что-то с рыбой происходит. Почему-то она не хочет клевать упорно. Все её кормят, кормят всем, чем только можно. А она не отзывается вообще ни на что. Ни на припормку, ни на насадку. Ничего не происходит. Поэтому, надеюсь, что всё-таки она когда-нибудь да проголодается и начнёт клевать. А так, сегодня было две дистанции, с которой поймал. Это 20-25. Вот с неё хоть кто-то чего-то клюнул. И одна поклёвка была со сходом в самом тоже начале на 46 метров. И всё, и полная тишина. Такая скучная рыбалка. Кажется, что надо что-то делать, там, быстрее рассаживать, перезабрасывать. А толку от этого никакого. Всё, просто сидишь, ждёшь, непонятно что. Если на опарыши долго ждёшь, сразу окунь клюёт. На кукурузу не клюёт, на червяка тоже не клюнул ни разу. Даже червяка один раз окунь съёл. Всего туда внутрь затолкал. Такой окунёк. Так что вот ещё нам осталось 10 минут посидеть. И всё. Ладно, мы ещё с Витальиком, кстати, поймали хоть по несколько рыбок. Соперники вообще. Один сошёл. Ну и, по-моему, ещё там пару поклёвок было, и всё. Поэтому так не очень радостно, но всё равно в прошлый раз тоже мы чуть-чуть поймали. Ух ты! О! Наконец-то клюнул на опарыша, только насадил. Я думаю, это линь. С отстрелом поклёвка. Да, я думаю, линь. А может, плотва, кто её знает. Маленький линьёк. Позарился на опарыша. За край губы попался. Итого два карпа, три линя, восемь плотвичек. Или день плотвичек. Вот весь улов. Был насажен червяк, и никто не клюнул. А вот на опарыши клюнуло линь. Может, ещё там плавать сейчас попробую. День сегодня прекрасный, солнечный, но рыбка не активна. Замешали, в принципе, прикормку такую же, которую я мешал в первом туре соревнований, когда поймал восемь килограмм, и рыбка отзывалась. Вот, карп натурал и карп классик чёрный. Залили это клубникой и кукурузой. Ну, в принципе, что нам сегодня позволило, как минимум, в отличие от наших соседей, поймать карпов и линей. Потому что я поймал одного карпа одного линя, и Юрий поймал сколько-то карпов, линей, тоже пару линей. Вот, поэтому прикормка сегодня отработала довольно-таки хорошо, на общем дисклеве, да. И, наверное, всё-таки мы победили, и проходим дальше. Когда будет следующий турнир, мы ещё не знаем. Надо будет договариваться. Сначала узнать, кто наш соперник, потом с ними договориться. Вот. И уже по месту будем решать. Когда играть, что играть. Что требуется от вас? От вас требуется, как и в первом отчёте мы говорили, если вы хотите такой формат просто отчётов, то ставим лайки. Если вы хотите формат прямых стримов, то ставьте дизлайки. И, соответственно, по результатам вашего же голосования мы решим. Будем делать такой формат, или всё-таки вернёмся обратно к старому формату, это стримы. Всё, всем до новых встреч. Подписывайтесь на Zunaev Media. Ставим лайки. Нажимаем колокольчик. Пока.